здравствуйте еще раз мы с вами сегодня продолжаем тему первой мировой войны я надеюсь что мы закроем повторяю эта тема для нас важно в нескольких отношениях но эта тема важна сама по себе во вторых первая мировая война сказать была прологом тридцатилетней войне которая закончилась в 1945 году ну а некоторые цели и задачи те кто ставил которые ставили планировщики первой мировой они были реализованы только в 1991 году разрушением советского союза и нам с вами очень важно понять как конце 19 начале 20 века сформировались те международные субъекты которые стали во многих отношениях модельными для 20 века речь идет о закрытых над национальных группов мирового согласия и управления мы с вами уже говорили что в 90-е годы реагируя на изменившуюся мировую экономическую политическую ситуацию великобритании возникла закрытая над национальная структура англо-американская под названием группа the group или вы создал ее сессил ротс человек ротшильдов ротс известный колонизатор его именем были названы северная и южная родезия в африке ныне зомби и зимбабве вот эта структура группа она и стала такой ударной силой в организации нового передела мира вместе с определенной частью британского истеблишмента хотя далеко не всего я хочу подчеркнуть что помимо британских политиков группа активно работ черчилль лой джорджа группа активно работала вообще с политиками франции и россии но например есть информация что активно сотрудничал с группой министр иностранных дел россии из вольский во франции по анкаре активно работал вместе с ними эти люди очень активно работали над созданием международного союза направлена против германии прямо и косвенного направлено на разрушение и германии и россии очень показательно что узнав о свержении монархии в россии пример министр великобритании лой джордж парламенте сказал достигнута одна из целей этой войны смотрите какая вещь получается союзник россии великобритания ее премьер-министр говорит свержение царя в россии это от достигнута одна из целей мировой войны как я бы уже говорили в прошлый раз 912 13 годах была совершена попытка вот этими силами спровоцировать германию вильгельма второго на какие-то действия с помощью балканских войн потому что под ударом оказались болгария и турция союзники традиционные германии и в вообще большую роль на балканах в это время играла та сеть которую британцы создали там разведсе 70 80 годы вот та война которая была в югославии в конце двадцатого века в 1990 годы писатель маркеев назвал ее модельной в том смысле что в ней обкатывались определенные модели в чрезвычайных ситуациях и создавались разведсети на будущее ну то же самое происходило на балканах и в конце девятнадцатого века вот эти балканские балканские страны они естественно не были самостоятельными и очень большую роль сказать в том как они себя вели играли великобритания и россия я уже называл в прошлой лекции два имени это министра стран дела россии который звольский который потом стал послом россии во франции и посол россии в сербии хартик вот хартик был очень тесно связан с организацией черная рука это такая сербская террористической организации и именно член этой организации говорила принцип убил принца фердинанда застрелил его а вот дальше мы уже говорили с вами об этом на прошлой лекции обычно когда говорят что сказать произошло что стало поводом к первой мировой войне это убийство австрийского эрцгерцога при этом забывают что буквально через день в европе убили еще одного политика который выступал бы против войны это жорес французский деятель и за несколько недель до этого было покушение на распутина который безусловно было бы противником войны очень интересно как сложилась судьба вот всех этих действующих лиц у гаврила принципа сказать был цианистый калий с собой он должен был покончить сказать убив эрцгерцога покончить с собой цианистый калий не сработал оказалось что что-то не так потому что нужен был серб которого можно было вытащить суд и гаврила принцип умер по официальной версии в тюрьме в 1918 году от туберкулеза хардвиг посол россии все сербии скоропостижно скончался в 1914 году в австрийском посольстве куда он пришел на прием пришел на прием и там скончался полковника аписа руководителя черная рука расстреляли в семнадцатом году семнадцатом же году таинственно исчезла переписка хардвига и министра друг следующего министра иностранных дел россии сазонова ну а в 1919 году скончался извольский перед этим он принялся писать мемуары и сказал что он напишет правду о первой мировой войне через несколько недель он скончался а вот самое интересное началось после убийства франца фердинанда сразу после выстрелов сараева британцы и их союзники начали манипулятивную игру в вене и в петербурге британская пресса 1 однозначно выступила на стороне австро-венгрии и поддержала ее претензии к сербии осудила сербов и у австро-венгров и у немцев создало впечатление что британцы на их стороне в это же время другие британские дипломаты отправились в санкт-петербург где объясняли николаю второму что он ни в коем случае не должен бросать сербов он не должен пасовать перед австро-венгрии германцами и потому что они иначе просто захватят все балканы и повторяю в это же время британская пресса квалифицировала убийство франца фердинанда сербским националистом как акт агрессии со стороны сербии против австро-венгрии очень активную роль в россии сказать вот натравливая николая второго на германию играли два посла посол франции палеолог и посол великобритании бьюкенен они должны были обеспечить жесткую линию петербурга по отношению к вене ну естественно к вене косвенно и берлину провоцировать россию нужно было для того чтобы спровоцировать на ответные агрессивные действия германию и здесь очень большую роль сыграл министр иностранных дел великобритании сэр эдуард грей член группы значит если бы в тот момент великобритания заявила о том что она категорически против войны вильгельм 2 ни в коем случае не двинулся бы но британцы вели себя так что они убедили вильгельма второго да и николая второго тоже в том что британия в случае конфликта между австрии венгрии германии с одной стороны и франции россии она будет занимать нейтралитет и может быть даже выступит посредником но современники уже многое понимали например герберт уэллс которого у нас знают больше как фантаста на самом деле это был сказать человек который очень активно работал с британской разведкой это был такой теневой закулисный политик очень важный так вот в автобиографии своей которой изданные по-русски уэллс написал эдуард грей начал войну позволив кайзеру и правительству германии поверить в то что британия не вступит в войну даже в том случае если германия и и начнет то есть уэллс свидетельствует пользу того что именно британцы подтолкнули вильгельма к войне но самым сель самой серьезной проблемой для тех той части британского истеблишмента которые хотели войны были британские парламентарии британские же парламентарии потому что они в большую часть войны не хотела и нужно было их обойти к 25 июля 1914 года грей уже знал что россия готова к войне потому что в ответ на действия австро-венгрии против сербии россия начала царь отдал приказ по частичной мобилизации вильгельм 2 уверенный что британцы сохранят их нейтралитет начал тоже готовится военным действиям в группе и в союзных ей клубах и ложах прекрасно понимали что в случае войны с францией немцы двинутся через бельгию нарушив тем самым нейтралитет и тем самым обеспечат повод к войне но было ясно что и немцы это понимают и на этот случай если вдруг немцы пойдут не через бельгия как-то иначе у британцев был у группы точнее был план номер два как втянуть германию войну план номер два заключался в следующем в течение какого-то времени предшествующему началу первой мировой войны агентура группа закупала в германии оружие и боеприпасы и перевозила их в ирландию где вооружала как протестантов ольстера так и католиков юга страны кто знает в чем суть конфликта в ирландии была но ирландия это фактически колония великобритании ирландцы есть часть ирландцев католики часть протестанты ну и ирландцы католики всегда находились в положении хуже чем протестанты и вели борьбу против англичан так вот британцы закупали у германии оружие и это немецкое оружие скаль давали и тем и другим то есть если бы началось ирландское восстание и у них оказалось бы немецкое оружие то это повод для войны но однако план 2 не понадобился все произошло иначе и решающую роль в этом сыграли эдуард грей и лойд джордж как это было сделано значит точнее что этому пришествовало не не только не имея разрешения но не поставив кабинет в известность черчилль как первый лорд адмиралтейства начал мобилизацию флота премьер-министр асквит отправил холдейна в мире военное министерство для мобилизации армии и в этой ситуации многие парламентарии были встревожены они хотели чтобы великобритания воевала и тогда вот состоялось то заседание где группа обвела парламентариев это лишний раз говорит о том что небольшая группа людей сплоченная реализующие свои цели она может навязать свою волю большинству когда начались дебаты асквит попытался резко отдернуть по противников войны сказав что все и так ясно и тем не менее парламентарии заставили их обсуждать вопрос тогда было решено объявить перерыв во время перерыва эдуард грей министра стран дел великобритании срочно покинул парламент и отправил жесткий ультиматум германии зная уже то чего не зная парламентария именно то что немецкое вторжение в бельгию уже началось но парламентариям об этом не сказали ультиматум нужен был для предъявления парламентариям как психо удар по ним когда после перерыва палата собралась для дебатов грей вернулся против сторонников мира выступил член группы бальфор он заявил что для дебатов не хватает кворума а сами дебаты при по поводу войны в условиях ультиматума этого произведут плохое впечатление на публику и под этим давлением британские парламентарии скисли вопрос о войне был решен 4 августа георг 5 в букингемском дворце объявил войну германии это стало неожиданностью для вильгельма второго своеобразной черной меткой он был в ярости топал ногами кричал о том что народ лавочник его обманул но теперь можно было сколько угодно топать ногами его действительно обвели вокруг вокруг пальца значит чем начинается война чем союзники воевать давайте посмотрим численность армий значит у антанты благодаря россии было преимущество над центральными державами центральные державы это германия австро-венгрия в 1914 году 170 миллионная россия имела 5,3 миллиона человек под ружьем население великобритании я имею ввиду великобританию они британскую империю 47 миллионов армия полмиллиона армия полмиллиона 40 миллионная франция имела армию 2,6 миллиона 70 миллионная германия 2,4 миллиона и 53 миллиона австро-венгрия 2,3 миллиона всего за время войны антанта мобилизовала около 9 миллионов человек а центральная держава 4,7 миллиона человек то есть у армии антанты превосходили армию германии австро-венгрии в два раза причем нужно учесть что австрия армия австро-венгрии была очень слабой она и вообще сама по себе слабой было кроме того там славянское население вообще не хотела воевать чехи например они они чаще всего сдавались плен да и затем уже в семнадцатом году кто добавился к антанте кто мне подскажет соединенные штаты америки 2 миллиона человек значит но воюют не только ведь числом но и умением значит давайте поговорим сначала об умении лучше всего были обучены немецкая и французская армии причем преимущество было явно на стороне немцев немецкую пехоту первой мировой войны военные историки считают лучшей не только за весь двадцатый век и лучше чем немецкая пехота второй мировой войны но и за всю историю эпохи модерна немцы очень хорошо подготовились к войне силы центральных держав пишет военный историк террейн располагали бесценным активом германской армии которая состояла из 87 пехотных дивизий и половины общей кавалерии австро-венгерской армии как я уже сказал уступала русской но превосходила итальянскую но итальянскую армию все превосходили кому не лень и самым слабым австро-венгерской армии было вот это вот был славянский сегмент который не хотел воевать уровень высшего командового состава вот это тоже интересный момент в общей своей массе стоял на должной высоте только в германской и французской армиях это пишет не немец и не француз это пишет военный историк за яичковский повторяю еще раз эту мысль уровень высшего командования времен первой мировой войны то есть штабов прежде всего мозга армии в общей своей массе стоял на должной высоте только в германской и французской армиях в целом однако преимущество был опять же на стороне немцев поскольку они играли главную роль и контролировали австро-венгров а вот союзники по антанте плохо координировали свои действия и уровень общего руководства был низким не было единого командования у стран антанты очень интересен вопрос о пространстве трагическое неудобство расположение германии в европе заключалась в том что они были обречены в этой части света вести войну на два фронта однако как говорят наши заклятые друзья англосакс каждое приобретение из потери каждой потери есть приобретение германия разделяла своих противников не давал им объединиться и кроме того великолепная сеть железных дорог позволяла немцам перебрасывать силы с западного фронта на восточный с восточного на западной и в этом отношении это было преимуществом с учетом того как развив конкретно развивались события на восточном фронте русское пространство которое немцам приходилось преодолевать она безусловно спасло французов потому что очень долго немцы двигались на восток теперь давайте посмотрим на экономический потенциал значит экономический потенциал выше всего был в этот момент я не буду сказать цифрами вас грузить значит выше как вы думаете экономический потенциал вообще в мире у кого был наиболее высокий в этот момент у сша совершенно верно затем германия затем британская империя затем россия с францией и вот этот экономический потенциал он очень многое определял в ходе в ходе войны и британцы хорошо очень понимали свои ограничения например пример сказать премьер-министр к 1903 году великобритании кэмпбелл баннерман писал в том следующее писал правда заключается в том что мы не можем обеспечить боевую империю мирная империя старого типа вот чему мы соответствуем значит чуть позже я вам дам просто цифры записать потому как каков потенциал военный был по сказать по тяжелой артиллерии потому что первая мировая война это была война тяжелых тяжелых артиллерии теперь давайте запишем уже план темы непосредственно а потом вернемся к некоторым моментам которые должны будут расцветить нам наш план значит синопсис темы россия в первой мировой войне первая арабская предыстория первой мировой войны это то что я вам сейчас рассказывал предыстория первой мировой войны а ослабление гегемонии великобритании в 1870 годы и обострение международных противоречий в мире в целом и в отдельных регионах завершение колониального раздела мира вот это очень важно все колонии поделили а дальше можно было отнимать пространство только друг у друга и единственная страна с ресурсами который оставался на тот момент это россия то есть сталкивая россию и германию британцы решали две задачи они убирали своего главного конкурента германию и пытались разрушив россию захватить наши ресурсы то есть такой очень хитрый коварный 5 план завершение колониального раздела мира . запятой балканы тире и в кавычках пороховой погреб европы вот сейчас когда несколько миллионов мигрантов осядет на балканах балканы будут пороховым погребом европа номер два б обострение внутренних социально-экономических противоречий в наиболее динамично развивающихся странах мира в формирование наднациональных субъектов заинтересованных в новой войне второе арабская подготовка россии и других великих держав к войне точка начала войны а реорганизация армии б дипломатическая подготовка войны в технико-экономическая подготовка г планы сторон д начала войны 3 арабская кампания 1914 года а наступление русской армии в восточной пруссии скобочках август а восточной пруссии как сейчас называется так как сейчас на за нет никогда эстония называлась истляндия так конечно калининградская область все верно это и есть восточная пруссия август б галицийская битва август сентябрь в варшавско-ивангородская операция октябрь-ноябрь г лодзинская операция октябрь-ноябрь д события на закавказском театре военных действий и результаты кампании 1914 года 4 арабская кампания 1915 года а планы сторон б немецкое наступление в районе мазурских болот конец января в вступление армии брусилова на территорию венгрии февраль г горлицкий прорыв горлицкий с большой буквы горлицкий прорыв немецкой армии . запятой отступление русских из галиции и польши д стабилизация фронта в октябре . запятой итоги кампании 15 года 5 компания 1916 года то есть у нас вся первая мировая война идет по компаниям компания 16 года а генеральное наступление немцев на западном фронте . запятой верденское сражение б брусиловский прорыв май в взятие русскими эрзерума и трапезунда . запятой признание союзниками притязание россии на константинополь и проливы проливы с большой буквы это очень важный момент союзники признали что россия должна по итогам войны получить константинополь и по сути дела это была одна из причин почему британцы так поддержали свержение царя в россии им очень не хотелось отдавать константинополь и проливы г ситуация в россии в конце шестнадцатого года шестое кампания семнадцатого года а особенности кампании семнадцатого года двоеточие февральская революция в россии и апрельское вступление сша в войну а вот если вас ходу спросили наиболее известные романы о первой мировой войне вообще в мировой литературе это какие романы кто автор так так прощай оружие кто кто автор фэйл ту амс прощай оружие кто написал прощай оружие хемингуэй и это американский автор а вот очень известный немецкий писатель который написал роман о о том как шла война на западном фронте рима так ремарка как роман назывался без перемены еще у него есть замечательно роман три товарища тем кто не читал очень рекомендую и прощай оружие и два романа ремарка очень рекомендую но у нас роман алексея толстого сестры затрагивает проблемы первой мировой войны но так по касательной б неудачное наступление русской армии июнь точка запятой торнопольский прорыв немцев июнь июль точка запятой окончательный развал русской армии в потере риги и молнзунского архипелага сентябрь октябрь г октябрьский переворот в россии точка запятой фактический выход россии из войны компания седьмое кампания 1918 года а брестский мир или как обычно называли брест литовский мир б наступательная операция немцев в пикардии весна в марнское сражение г революция в германии 8 9 ноября 18 года естественно д версальский мирный договор 8 выводы а роль и значение восточного фронта в первой мировой войне б обострение внутри политической ситуации в россии в крушение армии тире крушение строя тире революция давай теперь посмотрим как россия готовилась к войне с 1907 года в россии началась реорганизация флота а с 1910 года сухопутной армии но все делалось сказать по принципу русские медленно запрягают но быстро ездят потому что если ты быстро есть потому что если потерял время на запрягание нужно потом быстро ездить значит армия увеличилась до 2 миллионов в мирное время в 1910 году была принята 10-летняя программа дальнейшей реорганизации вооруженных сил и россия резко увеличила расходы на вооружение в 1912 году в россии был принят новый устав полевой службы самый прогрессивный на тот момент в мире он предоставлял инициативу и самостоятельность офицерам и рядовым подталкивал к не шаблонным действиям доктрина была наступательной обратите внимание вот скажем доктрина советской армии было оборонительный а доктрина дореволюционной россии была наступательной отрицательная сторона недооценка значения артиллерии и это лишний раз говорила о том говорит о том что русский офицерский генераль это русский генеральский состав высшие офицеры они были действительно не на уровне своего времени 75 процентов потерь первой мировой войне было вызвано арт огнем запишите пожалуйста соотношение артиллерии она очень красноречиво значит у нас с вами будет таблица из четырех из трех столбцов левый 100 столбец будет называться страна второй столбец следующий число орудий вверху и следующий из них тяжелые значит в левом первом столбце мы пишем россия франция число орудий 7088 из них тяжелые 240 сейчас вот мы эту таблицу нарисуем с вами и будет понятно кто как мог воевать в этой войне франция число орудий четыре тысячи триста из них тяжелых сто девяносто восемь австро-венгрия четыре тысячи восемьдесят восемь а вот из них тяжелых тысяча и наказал германия число орудий 9 тысяч триста восемьдесят восемь из них тяжелых 3260 посмотрите по тяжелым оружием как соотносятся австро-венгрия германия с одной стороны и франция с россией соотношение сил понятно запишите также пожалуйста немецкая промышленность производила 250 тысяч снарядов в день 250 тысяч снарядов в день а британская промышленность 10 тысяч снарядов в месяц конкретный пример запишите его очень показательно в мае 1915 года в боях на линии дунаец горлице это горлицкий прорыв немецкий немцы за четыре часа выпустили по 3 русской 3 армии 700 тысяч снарядов для сравнения за всю франко-прусскую войну 1870-71 годов немцы выпустили 817 тысяч снарядов то есть за всю франко-прусскую войну 817 тысяч снарядов за четыре часа 700 тысяч снарядов они так укатали русскую армию что после этого практически шли по пустой по пустому пространству просто они смешали в кровь и мясо 3 русская подготовка россии к войне прежде всего в области обеспечения боеприпасами была недостаточной немцы завершили свою реорганизацию в 1914 году россия реорганизацию не завершила вот это расплат перед войной в первые дни войны в лондоне париже берлине вене и петрограде так стал называться петербург сразу после начала войны его переименовали в петроград никаких немецких аллюзий царила в целом радостная шапка закидательское настроение предполагалось что война продлится несколько недель и быстро закончится победой и только несколько людей в европе полагали что война это на несколько лет но их никто не слышал дело в том что европейцы привыкли уже что воюем в китае дарим боксерское восстание воюем с буром берем пулеметы и расстреливаем каких-то там дикарей и полагали что вот так так оно и будет как заметил один из исследователей природы европейской войны в отличие от войн колониальных понималось европейцев и плохо европейцы привыкли за 20 лет потому что такое колониальные войны они по прошлой группе будет примерно такая война план у немцев был очень простой это план шлифона они полагали что за 40 дней они должны разгромить францию а потом обратиться против россии глупость у них была очень проста почему за 40 дней нужно разгромить францию потому что они посчитали что россия затратит на мобилизацию своей армии 40 дней к этому времени немцы покончат с французами и будут бить кровь они не учли одной вещи вот в рассказе железная воля лескова генерал говорит мы можем такую глупость сделать что немцы никогда не догадаются и так сказать мы окажемся победили кто кстати рассказ читал лескова железная воля очень рекомендую всем он у нас его активно у нас стали публиковать 41 году рассказ лескова железная воля это такое несколько заостренное описание что такое русский национальный характер и немецкий национальный характер и что происходит когда они сталкиваются главный герой этого рассказа лескова немец гуго пикторалис который как немцам положено его железная воля у нас железная воля мы преодолеем все гуго пикторалис едет в россию ему говорят гуго пикторалис возьми пожалуйста с собой что-то теплое поддеть теплое нижнее белье в россии очень холодно он говорит у меня есть железная воля я все преодолею он едет постужается очень сильно болеет но это ему ничему не улучшает он все время говорит у меня есть железная железная воля и вот он в какой-то момент в россии сталкивается со своим соседом русским пьющим человеком значит который ему очень досаждает и тогда чтобы отграница русского человека гуго пикторалис ставят забор ему говорят гуго пикторалис не ставь забор ты нарушаешь русские законы ты будешь ты проиграешь суд он говорит у меня есть железная воля я не проиграю суд он судится с этим русским человеком суд проигрывает и он да он поставил замок и суд присудил его либо он сносит забор либо платят выплачивает этим постоянный штраф русскому этому человеку но лучше конечно было бы снести за другом 2 у меня есть железная воля я не буду сносить за мной лучше буду платить он начинает платить русскому деньги русский часто потому что на эти деньги можно выпить и он говорит что гуго пикторалис это мой благодетель русский начинает пить пить поскольку деньги появились и умирают поминки гуго пикторалиса приглашают на поминки на поминках люди в россии едят жирные блины и гуго пикторалис начинает есть блины ему говорят гуго не ешь активно жирные блины может быть не сварение и ты умрешь у меня есть железная воля я съем столько сколько захочу он ест блины и умирает на поминках своего соседа вот это столкновение немецкого топора и русского теста где который приводит к плохим результатам и вот эта железная воля немецкая она разбивается о нестандартное поведение русских людей в чем прокололся проколол со шлифом причем младший сказал вильгельман это тоже очень немецкий подход это в духе гуго пикторалис он сказал наш план плохо но план есть и мы будем соответствии с ним работать вот это такой вот стандартный немецкий подход поэтому на мой взгляд немцы выигрывают все сражения кроме решающего решающие сражения они проигрывают потому что решающим сражение все решается нестандартными ходами так вот что произошло что произошло русские не стали дожидаться когда они проведут мобилизацию россия вступила войну не да не отмобилизовавшись то есть немцы ждали 40 дней русские начали воевать еще мобилизация идет а уже началось наше наступление в восточной пруссии и она была столь успешным что немцам которым их было дойти уже 60 70 километров до парижа и в это время рейнен кампф и самсонов два русских генерала захватили практически восточную пруссию немцам пришлось снимать войска западного фронта париж был спасен но армии рейнен кампфа и самсонова были разгромлены одновременно с восточно-прусской операции разворачивалась галицийская битва на 450 километровом фронте русские развернули наступление взяли львов в сентябре открывался путь на краков можно было двигаться но мобилизационных ресурсов не хватило потому что мобилизацию это не закончили то есть можно было двигаться на берлин но боеприпасы были исчерпаны вообще у нас с боеприпасами проблема была решена только в шестнадцатом году до этого нам постоянно не хватало боеприпасов не хватало винтовок и много чего другого только в шестнадцатом году это была проблема решена тем не менее галицийская битва в которой австро-венгры потеряли 400 тысяч а русские 150 тысяч вывела австро-венгрию из войны после этого австро-венгрия воевала только при непосредственной немецкой поддержки то есть уже в самом начале войны россия по принципу каратес одного удара вырубила австро-венгрию октябрь-ноябрь 14 года это варшавская ивангородская операция и лодзинская операция в ходе этих операций немецкое командование сняла русскую угрозу вторжения в германию и передвинула фронт вглубь польской территории но нанести поражение русским им не удалось запишите пожалуйста потери россии убитыми и ранеными в четырнадцатом году мы потеряли 2 миллиона человек австро-венгры и немцы почти миллион из них 700 тысяч это австро-венгерские потери но там очень много пленных потому что солдаты швейки сдавались заболись в армию и не хотели с русскими воевать на западном фронте погибло семьсот пятьдесят тысяч немцев в конце четырнадцатого года в войне появился еще один фронт на заковка в закавказье где 170 тысяч на русская армия нанесла поражение 200 тысячной турецкой армии что облегчило действия британских войск в месопотамии в результате кампании 14 года противники были обескровлены и перешли к позиционной войне в целом кампании 14 года зако окончилась с перевесом в пользу антанты кампания 15 года давайте посмотрим что происходило в пятнадцатом году германия решила сосредоточить все силы на русском фронте и выбить россию из войны а потом заняться французами потому что на два фронта сил воевать у немцев не было в начале 15 1915 года сорок первая и сорок вторая немецкая австро-венгерские дивизии им то есть 41 и 40 42 австро-венгерским дивизиям и немецким противостояло 103 ослабленных русских дивизий то есть у немцев австро-венгеров получается чуть больше 80 у нас 103 но наши дивизии были ослаблены немцы потом увеличили число дивизий до 140 перебросив опять же с западного фронта мы все время спасали западный фронт русские армии должны были наступать в восточной пруссии на карпатах но немцы упредили это наступление и нанесли свой удар весна 15 года оказалась крайне неудачной для русской армии используя просчеты русского командования и свое превосходство в техники запишите пожалуйста какое превосходство у немцев было в технике в два с половиной раза в пулеметах в четыре с половиной раза в легкой артиллерии и в 40 раз в тяжелой артиллерии так вот используя это немцы реализовали горлицкий прорыв и в результате весь русский юго-западный фронт начал отступать в мае-июне русские очистили галицию а затем польшу в начале августа пала варшава в октябре пятнадцатого года фронт стабилизировался то есть вывести россию немцам из игры не удалось но русская армия получила очень сильный удар 150 тысяч убитых 700 тысяч раненых 900 тысяч пленных 4 миллиона беженцев были утрачены промышленно развитые западные провинции и вот здесь в россии возникла еще одна проблема десяти миллионная армия требовала провианта обмундирования которых не хватало четверть локомотивного парка вышла из строя или была захвачена противником цены на основные товары начали расти и кстати за три года войны три года войны для россии они выросли в 4 5 раз неудачи русской армии были обусловлены и пассивными действиями британцев и французам которым противостояли 90 немецких дивизий на западном фронте шла вялая война которая хорошо описана хемингуэм в романе прощай оружие еще лучше ремарком на западном фронте без перемен там действительно после того как россия спасла париж перемен не было там шла позиционная война вот 15 год весь это активные действия немцев на восточном фронте на западном фронте стабильная ситуация и ни разу французы не предприняли наступление чтобы облегчить положение русской армии но требовали этого от русской армии каждый раз и русское руководство шло им каждый раз на встречу кампания 16 года началась генеральным наступлением немецких войск в феврале на западном фронте на верден который прикрывал подступы к парижу сражение длилось до декабря 16 года стоило жизни одному миллиону человек но париж был спасен его во второй раз спасли русские дело в том что в мае 16 года силами юго-западного фронта началось наступление на восточном фронте и фронт продвинулся на 80 120 километров на запад это так называемый брусиловский прорыв потери русской армии убитыми и ранеными и пленными составили полмиллиона человек австро венгерской которая воевала сказать вместе с немцами полтора миллиона человек и для того чтобы спасти ситуацию немцы перебросили силы из италии и опять же из франции в это время ситуация для французов и британцев складывалась очень очень невесело английский подводный боми немецкий подводный флот нанес страшный ущерб и британскому военно-морскому флоту их самое главное он стал рвать британскую торговлю то есть произошло то о чем автор записок о шерлок холмс и канон дойл предупреждал за несколько месяцев до войны дело в том что в канун войны канон дойл написал рассказ опасность история английского крушения значит канон дойл описал ситуацию что очень небольшая страна в европе имея всего 8 подводных лодок блокирует великобританию подвоз товаров из колонии подвоз продовольствия и британия вынуждены капитулировать ну над канон дойлом посмеялись а когда началась война уже стало не до смеха потому что у немцев был великолепный подводный флот кстати и во второй мировой войне их подводный флот действовал очень очень здорово и британия потеряла тоннаж в равный тоннажу всего ее торгового флота она во время войны то есть немцы толпили их со страшной силой в то же время успехи немецких подводных лодок ускорили вступление в войну сша хотя и здесь не все так просто кто знает какой эпизод подтолкнул соединенные штаты к вступлению в войну лузитания совершенно совершенно верно вот теперь я вам расскажу историю с лузитании чтобы сказать вы знали что за этим стоит значит 7 1915 года немецкие подводные лодки потопили недалеко от берегов англии американский корабль лузитания провокация слузитании стоит в одном ряду таких провокаций англосаксов как взрыв корабля мэн в 1898 году когда у берегов кубы взорвался американский корабль американцы обвинили в этом испанцев начали войну которая закончилась тем что испанцев выдавили с кубой куба стала факт фактически под контроль на сша дальше декабрь 41 года пэрл-харбор рузвельт прекрасно знал что японцы будут бомбить пэрл-харбор он не дернулся даже потому что ему нужен был повод для вступления в войну поскольку избирателям он обещал что соединенные штаты в войну не вступят дальше инцидент в танкинском заливе август 64 года когда американцы заявили что их корабли обстреляю вьетнамцы и это стало причиной для начала вьетнамской войны ну наконец взрыв взрыв башен 11 сентября 2001 года так вот ситуация с лузитании она в этом ряду она такова судно перевозила через атлантику в англию 1200 пассажиров из них только 195 были гражданами сша пассажиры однако не знали что в трюмах лузитании находилась 6 миллионов единиц боеприпасов это было прямое нарушение подписанного сша протокола нейтральной державы боеприпасы принадлежали одной из компаний джона пирпонта моргана окуплены они были на заем в 100 миллионов долларов выделены моргану французскими ротшильдами для поставок французской армии каким-то образом немцы узнали о том что лузитания будет перевозить военный груз и они сделали следующую вещь они разослали в 50 газет каждый штат центральных газет на соединенных штатов заявление о том что гражданские лица не должны плыть на этом корабле потому что им грозит опасность поскольку судно везет военный груз только одна газета из 50 штате айова другу город демойн опубликовала это заявление немцев остальные газеты проигнорировали то есть совершенно спокойно лузитания пошла через через атлантику через атлантику они шли немцы их не трогали потому что они понимали что если они их тронут это казус бели повод к войне и немцы не повторяю не стали топить она благополучно пересекло океан и пришлось к английскому побережью но чтобы приставить берегу лузитания нуждалась судне лот лотсмане и вот это судно лотсман джуна она должно было встретить но она так и не появилась потому что первый лорд адмиралтейства черчилль совершенно сказать дал команду этому судну идти в другое место в это время и лузитания три трое суток болталась вдоль побережья она дрейфовала и потерявшие терпение немцы решили пустить ко дну ее потому что там 6 миллионов единиц боеприпасов они не могли это допустить к этому времени британцы уже владели многими секретами второго рейха поскольку им удалось взломать немецкие шифрокоды и у черчилля была информация о том что вблизи лузитании находятся три немецкие подводные лодки с вполне очевидными намерениями но черчилль и пальцем не пошевелит чтобы спасти ситуацию ему нужно было чтобы у американцев был повод вступиться за британцев в войне ну и в конце концов немцы потопили лузитанию и это произошло в пятнадцатом году но это очень сильно изменило настроение американского общества по отношению к первой мировой войне и в семнадцатом году американцы вступили военные действия но мы забежали вперед потому что сейчас мы говорим о шестнадцатом годе к осени 1916 года русское население впервые ощутило тяготы войны к этому времени было мобилизовано 15 миллионов человек около 40 процентов трудоспособных мужчин и реквизировано было два с половиной миллиона лошадей посевная площадь из-за нехватки рабочих рук уменьшилось на 12 процентов сбор хлеба на 20 процентов сократился сбор картофеля то есть население стало испытывать тяготы войны в 1916 году в тридцати одной губернии была введена продоразверстка вот обычно продоразверстку связывают с большевиками на самом деле продоразверстка была введена в шестнадцатом веке в шестнадцатом году во время мировой войны с 1915 года стала нарастать забастовочное движение начались волнения в деревне антивоенные волнения возникают в армии вспыхивают восстание на окраинах в 1916 году вспыхнуло мощное восстание в средней азии и казахстане под руководством имамова и джангельдина которое было естественно сказать подавлено война потребовала огромных финансовых затрат которые покрывались за счет налогов и займов причем займов как внутренних так и внешних британцы и французы ничего нам так не давали несмотря на то что мы спасли с дважды западный фронт и париж все за деньги и все под большие проценты в результате экономическая финансовая зависимость россии от запада выросла но преувеличивать ее значение тоже не стоит буржуазия русская при том что шла война и вроде бы патриотический долг работать на правительство русская буржуазия сказать при патриотической риторики она исходила из прагматических соображений она в три дорога продавала боеприпасы все что связано вообще с ведением с войной начиная там от мундиров и кончая пуговицами в три дорога продавала это армии частный сектор ничего не поделаешь это то чего у нас не было во время великой отечественной войны потому что все для фронта все для победы вот такой лозунг все для фронта все для победы во время первой мировой войны был невозможен потому что был класс буржуазии который просто наживался на этой войне компания 17 года отличалась от предыдущих компаний потому что произошла февральская революция в россии и в войну вступили сша центральные державы к этому моменту со всей естественностью они ослабли и ситуация складывалась в пользу антанты вообще нужно сказать что уже в 1916 году представители развед и контрразвед управление генерального штаба доложили царю что война выиграна но предупредили они через 20 лет европе будет новая война поэтому нужно национализировать военную промышленность николай второй не отреагировал то есть в конце 16 года в россии была уверенность что война выиграна и в военном плане так она и складывалась но все изменила февральская революция а февральская революция это отдельная лекция сейчас мы говорим о войне значит положение антанта было таково 425 дивизий у стран антанты в начале 17 года 20 миллионов человек под ружьем противника было 331 дивизия 10 миллионов человек то есть соотношение два к одному но нужно сказать что повторяю за счет очень хорошей сети железнодорожной очень легко удавалось перебрасывать войска немцам с востока на запад запада на восток и компенсировать таким образом вот это соотношение сил плюс железная дисциплина великолепно обученная пехота действия на восточном фронте в семнадцатом году носили вплоть до конца июня локальный и позиционный характер русская армия потихонечку разваливалась после февральской революции ну и для того чтобы воздействовать на ситуацию внутри страны политическую временное правительство приказала русской армии начать наступление в конце июня то и закончилось это наступление контрударов контрударом немцев тарнопольским прорывом после чего русская армия просто развалилась то есть можно сказать что в июле семнадцатого года русская армия почти прекратила свое существование были отдельные очаги которые сопротивлялись в сентябре немцы заставили русских оставить ригу в октябре они овладели молзунским архипелагом но повторяю русской армии уже к этому моменту не существовало но и у немцев были проблемы на 24 октября был намечен выход австро-венгрии из войны но 25 октября по старому стилю произошел большевистский переворот и эта опасность была ликвидирована правда немцев поджидала опасность там где они ее не ждали это революция 8 9 ноября в самой германии 18 года правда до этого немцы показали еще как они умеют воевать после того как был заключен брестский договор мирный немецкая армия это был февраль восемнадцатого года немецкая армия навалилась на французов ну естественно на американцев которые два миллиона были переброшены и пять месяцев немцы метели ли французов и американцев ну и те стояли насмерть и в результате немецкая армия просто выдохлась выдохлась ее наступление 21 марта началась вот это наступление в пикардии значит у немцев было немцы воевали в них было тысяча самолетов вообще нужно сказать что немецкая авиация показала себя очень хорошо в первой мировой войне причем в основном немецкими авиаторами были выходцы из аристократии ну например геринг и был только один случай в немецкой авиации когда авиатором причем довольно известным был упертый крестьянин по происхождению это был человек по фамилии мюллер ничего не говорит эта фамилия 17 мгновений весны кто смотрел вот это тот самый мюллер шеф гестапо который выходит из крестьян но он научился летать на самолете хотя повторяю авиация это было было аристократическое развлечение в германии так вот мюллер это редкий случай когда человек крестьянского происхождения стал сказать авиатором до середины 18 года немцы постоянно наступали однако летом был достигнут перелом и немецкая армия начала отступление и здесь англо-американцы их обманули было предложено начать мирные переговоры и пока шли мирные переговоры произошла революция и 9 ноября монархия в германии была свергнута 11 ноября германия подписала компенское перемирие в результате война закончилась поражением второго рейха и нужно сказать что восточный фронт сыграл огромную роль в мировой войне 14 18 года россия по сути вывела из войны австро венгрию и несколько раз спасала союзников но союзники ответили очень просто союзники ответили участием в свержении монархии в россии